Итак, всем привет! Сегодня хочу показать полноценный клиент для сайта vk.com Написанный на моде Open Computers прямо в Майнкрафте Ну, перед нами, как обычно, находится наша персональная система И, собственно, сам vk-клиент находится у нас в правом уголке, внизу Нажимаем на него и попадаем на страничку авторизации Собственно, сюда вводим наш имейл или телефон Вниз вводим пароль, нажимаем войти И мы логинимся в реальную социальную сеть вконтакте.com И перед нами тут же загорается список наших, собственно, диалогов Наших с нашими друзьяшками, наших конфетов и так далее Давайте, например, нажмем на диалог с Глебом И отправим какое-нибудь сообщение Привет, пидорас! Нажимаем Enter У нас такой вот идет звук и наше сообщение отправлено И, собственно, мы можем в этом убедиться, что у нас сообщение действительно пришло в нашем реальном сайте vk.com Ну, разумеется, если какой-то мудак нам пришлет сообщение, то и мы ее также получим Открываем, допустим, нашу конф-загарное сообщение Batex Пишем что-нибудь YourTestClientVK Enter И, собственно, у нас также наша сообщение отправляется сюда Давайте в этом убедимся Вот так все нам работает В принципе, это наше личное сообщение То есть мы можем их прокручивать с помощью колесика мышки Ну, через некоторое время, разумеется, потому что все-таки у нас Наш компьютер отправляет реальные запросы на сайт И это все-таки занимает определенное количество времени Поскольку все-таки это не реальный компьютер, а виртуальный Сочетая маленькая машинка майнкрафтская Вот такие дела Собственно, вот так вот работают наши сообщения Мы их также можем прокручивать вниз То есть прокручивать список диалогов пониже И смотреть наши ранние переписки Также давайте я вам покажу, собственно, как можно смотреть страницы пользователей Давайте откроем, допустим, мою страницу Нажимаем Нанесших долго грузится Потому что там очень много информации И, собственно, перед вами загорается вся информация основная о вашей страничке То есть вы, собственно, видите ваш год рождения Там образование, город и так далее Всякие там остеи стену даже можно смотреть И прокручиваем с помощью колесика мыши также Ну, стена загружается не полностью То есть буквально здесь записи 10-15 То есть сделано для того, чтобы не грузить слишком много системы Но, по крайней мере, основную такую инфу, в принципе, можно здесь узнать Вы можете также отправить с помощью этой кнопочки сообщение пользователю Также давайте посмотрим на вкладочку «Друзья» Нажимаем на нее И загружается список ваших друзей И также загружаются некие теги, которые мы помещали, собственно, ваших друзей Если вы, конечно, это делали У меня, например, здесь все друзья помещены такими списочками И, собственно, эти списочки также здесь отображаются Давайте откроем, допустим, профиль Скажем, Анны Царьковой, моей сестры Нажимаем И, собственно, сейчас закроется информация о ее страничке Через некоторое время Здесь, собственно, у нас есть небольшой такой статус-бар Где, собственно, пишется то, чем сейчас программа в данный момент занята Это очень удобно, чтобы вы понимали, что программа действительно не висит Что она действительно что-то делает Давайте, допустим, напишем ей какую-нибудь сообщеньку «Дарова» Так, «Дарова» «Энтер» Отправилась Отлично Вот, собственно, какие вот дела Также вы можете напрямую отсюда отправить сообщения И, собственно, также из профиля пользователей вы можете смотреть их аудиозаписи Что такое аудиозапись? Вот такая вот темка Открываем ее И загружаем список вашего аудио И если мы нажимаем на кнопочку «Play» У нас напишется такое сообщение Что функция доступна только при наличии установленного мода OpenFM То бишь, если у вас на сервере или в клиенте установлена дополнительная модификация OpenFM Вот такая вот То вы можете поставить сюда вот такое вот радио Напрямую к вашему компьютеру Подключить его Нажимаете на кнопочку «Play», например И у вас будет играть музыка Которая находится... Которая подгружается напрямую из «VK.com» Ну, такие вот дела Сейчас еще ничего воспроизведем такое нормальное Немножко подлагивает, потому что у меня все-таки здесь одиночная игра Но так, в принципе, музыка воспроизводится вполне нормально Ну, собственно, такие вот дела Также мы можем посмотреть список аудиозаписей наших, допустим, товарищей Откроем профиль, например, Тимофея Шостакова И посмотрим список его аудио Разумеется, если он, конечно, на нее открыт То есть не приватные аудиозаписи у него В принципе, у нас все доступно Нажимаем «Play» И играется наша музыка И также, собственно, у нас в нашем профиле «VK.com» Здесь вот будет написано Ну, отображаться, вернее, будет там музыка, которую мы, собственно, на данный момент слушаем Также мы можем смотреть список наших новостей То есть если вы, собственно, желаете все время знать, что у вас происходит в вашем мире Желаете, собственно, знать все новости из «VK.com» То у вас будет здесь также подгружаться Ну, здесь, в основном, реклама, конечно Всякие там акции, фоточки, мемчики и так далее То есть, в принципе, реально годных новостей нет Ну, по крайней мере, фича такая, как бы, есть с новостями Поэтому более-менее Ну, какой-то паблик даунский есть, например Можно почитать здесь какую-то информацию Всякие цитатки ванильные и прочее В общем, кому-то, возможно, это будет полезно Кто подписан на паблик, где более-менее много текстовой информации Собственно, вот Также здесь есть страничка настроек Где, собственно, есть парочка опций Во-первых, вы можете убрать приписку «Отправленный с OpenComputer» Собственно, выглядит вот таким вот образом Вот так вот «Отправленный с MyOS в «Клиент» Ну, просто это сделано для того, чтобы вы могли попонтоваться перед вашими друзьями И, собственно, вы можете сохранять данные авторизации Что это такое? У вас ваш логин и пароль будут сохраняться вот на этом компьютере И храниться там в одной папочке, короче говоря Однако, если вы играете на публичном сервере Где играет, собственно, куча народу И эта куча народа может прочесть запросто ваш пароль То лучше этого не делать Лучше эту фиговинку убирать Тогда ваш пароль будет удален Грубо говоря, с компа И не будет сохраняться То есть вам придется каждый раз писать ваш email Ваш там пароль и так далее Собственно, такие вот дела И, в принципе, программка довольно хорошая То есть вы действительно можете общаться на любом сервере На любом, скажем так В любой ночной игре С вашими товарищами Не выходя, что называется Не отходя от кассы Также давайте я вам покажу интересную функцию Под названием Crazy Typing Если вы перейдете во вкладку диалоги У вас будет здесь вот такая вот кнопочка Давайте нажмем на нее И у вас открывается вот такое вот окошко Собственно, что вообще это такое? По сути, эта функция создает некую надпись Что якобы вы набираете сообщение То есть здесь вы выбираете количество пользователей У которых эта надпись будет создаваться То есть первые там, допустим, 10 Ну, количество диалогов, допустим, 5, 6, там, не важно Количество запросов То есть сколько раз функция, в принципе, будет отправить запросов Всем этим пользователям И также задержка между запросами Давайте поставим поменьше Количество запросов, скажем, пусть будет там Ну, пусть будет 5, ладно Количество диалогов поставим 3 Нажимаем ОК И, собственно, все товарищи из нашего списка диалогов У вас сейчас будут получать надпись Что там Игорь Тимофеев набирает сообщение Вот у них будет такая штука Если вы поставите ее на бесконечное выполнение Что у вас, собственно, друзья будут довольно-таки удивлены Потому что ничего за фигня была, да? И так далее То есть, в принципе, можно поставить ее на ночь И тогда огромный ваш список диалогов Будет получать вот такую вот надпись И, собственно, можно занятно посмотреть на бомбящих людей И также, собственно, хотел вам показать Что если вы получаете новые сообщения То у вас здесь также отображается Вот такое вот количество непрочитанных сообщений То есть, то количество, которое вы не прочитали И, собственно, все это дело загорается Вот таким вот голубым у вас оттеночком Вот такие вот дела Ну и также тут у некоторых людей, скажем так, избранных Есть такая приписочка типа Dev Там можно менять цвета и так далее И, к слову, каждый аватарк выглядит, вы заметите, таким вот образом То есть, у нас есть некий индивидуальный цвет для каждого человека Он никогда не меняется Он основан на хэшсуме от ID ВКонтакте Ну и, собственно, имя полиэтилет Как бы загорается по его инициалам То есть, там поле знатокого Как бы, да, вот таким вот образом Собственно, все эти приписочки Типа Dev, не Dev Можно изменить в исходном коде программки Так, где он тут находится О, господи, вот оно Короче, есть массив у нас VIP-пользователей Здесь у нас, собственно, вводится ID Здесь там цвет аватарки Цвет там какого-то говна еще и так далее Можете поразвлекаться Здесь ничего такого нет Собственно, все исходнички доступны у нас на GitHub Вот здесь вот ссылочка будет в описании Это если бывают какие-то люди скажут А вот твоя программка ворует пароли, а, пидорас, да? Вот, короче, заходите на исходнички Смотрите Убеждайтесь, что никаких там всяких В этих самых скриптов Тырящих паролей здесь нету Так OpenComputers Сейчас, секунду Applications ВК ВК.ло Собственно, ссылочка будет у нас на этот файл в описании Можете смотреть там и так далее Все исходнички У нас всего здесь кода, по-моему, там Тысяча с чем-то строчек Тысяча триста И вот такой вот у нас клиентик Собственно, надеюсь, вам эта штука понравилась Надеюсь, она найдет в ваших руках достойное применение То есть, по крайней мере, ради одних уже аудиозаписей Можно ее скачать, чтобы, по крайней мере, слушать адекватно все это дело На серваках и так далее Так что, всем спасибо за внимание До новых видео До новых встреч Продолжение следует...